Меня видно? Если видно, поставьте плюсики. Хорошо. Давайте начнем нашу презентацию. Я презентую программу онлайн, которую мы согласовали с Константином Шараповым. Она называется «Расширение сознания. Постановка ментальных процессов. Практики специалистов по биодинамике». И всех желающих. Надеюсь, что вы увлекаетесь одной из этих тем. Кочнее, может быть, биодинамика и остеопатия. И раз вы пришли, значит, у вас есть какой-то к этому интерес. Я расскажу, наверное, свою историю по расширению сознания и остановке ментальных процессов. Поскольку для меня это была тяжелая практика. Чтобы остановить свое мышление, находиться без мыслей, для меня это была очень тяжелая практика. История была такая, что я занялся энергетикой и начал расширять свое сознание, занимаясь по системе Порфирия Иванова в Петербурге. Это было больше 30 лет назад. А пришел я вот в эту область из очень далека. То есть, для того, чтобы остановить ментальные процессы, есть специальности достаточно близкие к этому. А есть специальности очень далекие. И вот я из самой, наверное, далекой специальности пришел в область, когда я поставил цель разобраться с энергетикой. Разобраться, откуда брать энергии, откуда она возникает. Как она управляется организмом, как она управляется подсознанием. Как она удерживается в организме и в клетках. И вот мне пришлось проводить достаточно много экспериментов над собой, чтобы вот это, во-первых, понять. Во-вторых, научиться воспроизводить. И впоследствии обучать этому других людей. То есть, я пришел очень издалека. Я пришел с науки. То есть, у меня несколько поколений ученых в роду. И наука это, сами понимаете, особенно теоретическая наука. А я защищался по технике. Первая диссертация с теорией поля. Хотя сейчас я занимаюсь больше теорией биополя. Вот. И практикой, теорией практики биополя. И приходилось обрабатывать колоссальные объемы информации. Там уже появились первые ВМ. Это начало 80-х годов. Достаточно мощные. Приходилось писать программы. Читать много технической литературы. И все это логические процессы, которые очень далеки от тех процессов, о которых я буду говорить. То есть, очень далеки от остановки ментальных процессов. А, как известно, для более глубокой чувствительности, для развития интуиции. И эта чувствительность нужна, как я понимаю, вам, как специалистам. Мне приходилось проводить и выступать на конференциях, на нескольких конференциях по остеопатии, которые проводились в Петербурге. И проводить обучающие курсы для остеопатов, которые приглашали меня, для того, чтобы я поделился своими практиками в области биоэнергетики, в области набора энергии, защиты от воздействий клиентов. И многие ко мне приходили уже на индивидуальную консультацию, на индивидуальную консультацию обучения, в связи с достаточно тяжелыми энергетическими пробоями. Вот. И я начал практиковать. Начал практиковать больше 30 лет назад по системе Порфирия Иванова. Это холод-голод, там различные еще дыхательные практики, движения, физические нагрузки. И мне вначале было абсолютно непонятно, как можно остановить мышление, чтобы находиться без мысли. И первый свой результат, наверное, такой отчетливый, когда я вдруг почувствовал, что я несколько секунд вначале, несколько секунд нахожусь без мысли. То есть я останавливаю, у меня остановились ментальные процессы. И в какой-то момент я вдруг начал видеть ауры других людей. Вот именно на остановленном мышлении. Вот. Правда, это было на голоде. Я тогда проводил такой эксперимент. 8 дней без воды, без еды. И где-то на 5-6 день у меня появилось такое достаточно устойчивое состояние, когда я видел где-то ауры, какие-то внутренние процессы, которые даже происходят в психике других людей и периодически мелькали их внутренние органы. Вот. И, собственно говоря, вот все эти явления по развитию, там, чувства, не видения, не интуиции, они должны основываться таком на расширенном сознании и на фоне остановленных ментальных процессов. И, собственно говоря, мы этим и будем заниматься на этом онлайн-курсе. Там 7 дней, достаточно много будет практик. Несмотря на то, что я знаю, что специалисты по биодинамике проходят достаточно глубокое такое обучение, чувствованию, видению и имеют хорошую теоретическую подготовку в области этих процессов, таких вот чувственных. Но я вам гарантирую, что вы узнаетесь и столкнетесь с тем, что заполнит ваше мировоззрение на 100%. Почему я так уверенно говорю? Потому что я мало чего читал, правильно говоря. Вначале я, может быть, много для обзора читал, а в основном сориентировался на том, чтобы развить какие-то практические приемы, регуляции внутренних процессов, регуляции работы организма, органов и тканей клеток. И скорее то, о чем я говорю, либо пишу в своих книгах, это обобщение практического опыта. А опыт был достаточно интенсивный и глубокий, под большими нагрузками и физическими, энергетическими и медитативными. То есть вот останавливал я мышление, я старался вначале заниматься собой от 4 до 8 часов в день. Потом был период в начале 90-х, когда мы в Петербурге, у нас несколько человек было, мы сняли помещение и жили там 2 года как в монастыре, не выходя из этих состояний сознания. И тогда уже у меня появились такие устойчивые состояния, когда я... И тогда и сейчас уже могу находиться по несколько часов без ментальных процессов. Без мыслительных, точнее, процессов. Ментальные проходят, но скорее это на более глубоких слоях психики, мозга и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, я буду передавать тот практический опыт, который у меня есть. В практике в целом достаточно воспроизводимые. Я не могу гарантировать, что у вас сразу за один вот этот онлайн курс из 7 занятий все получится. Но, по крайней мере, вы будете ориентироваться во многих процессах, которые сопровождают функционирование и работу организма человека, прежде всего с другой позиции. То есть многие рассматривают человека, его поле со стороны физического тела, то, что он излучает. Я скорее рассматриваю человека с другой стороны, со стороны других измерений. Как устроен, немножко, пару слов. Как устроен мир и как устроен человек. В окружающем нас пространстве, вот мы живем в мире, где только 5% вещества. Вещество это твердое, жидкое, газообразное состояние вещества. Тоже самый человек, физическое тело состоит из твердых тканей, там кости, самые твердые, вы знаете, да? Самые твердые у нас зубы. Кости, там хрящи, мембраны. Твердые мы будем считать образование. Жидкости, ну тут очень широкий спектр, ну тут разные есть мнения. Кто говорит, что мы на 80% из жидкостей, кто говорит, что на 90% даже. Тут, начиная от плотных жидкостей, там, желчи, димфы, венозной крови, и кончая более тонкими, менее плотными составляющими тепла, слез, слюны и газы. Ну, мы дышим газами, они тоже разные плотности и газы, участвующие во внутреннем газообмене, они еще более плотные. Поэтому, будем так говорить, физическое тело приспособлено для того, чтобы ориентироваться в физической реальности, в физической мире, который тоже состоит из трех составляющих. Трех составляющих. Твердое образование, жидкости и газ. Они все разные плотности. Точно так же, как есть очень плотные металлы, там, осмиридиоплатина, например, с большим и дельным весом, и тонкие металлы, там, типа, вития и так далее, вития. Итак, теперь, это 5% материи, которая нас окружает, а 95% материи, это тонкая материя, которую физики регистрируют, они ее описывают, получают премии, в том числе, американцы 20 лет назад получили Нобелевскую премию, что они открыли, что окружающий мир, кроме физической реальности, это 35% темной энергии, как они ее назвали, ну, темной, поскольку она невидимая, и темной материи. Вот. Темная энергия служит для создания антигравитационного эффекта. Темная материя, с моей точки зрения, это топливо для жизнедеятельности организма. То есть, если мы говорим об остановке ментальных процессов, то у нас должно быть очень много вот этой, мы должны научиться впитывать вот эту темную материю, а точнее, неактивизированную материю, которой очень много в окружающем нас пространстве. В целом, этим мы и будем заниматься на нашем курсе, поскольку для жизнедеятельности человека, и для того, чтобы человек нормально работал с другими людьми, и люди его не поглощали, должен быть очень большой энергетический ресурс. А ресурсов очень много вокруг, только важно понять, как его притягивать, и как его активизировать. А здесь начинает работать принцип газовой горелки. То есть, газ физически нейтральный, и он начинает совершать работу, там горит только когда идет соприкосновение с другим носителем. В частности, со спичкой газовая горелка зажигается, газ поступает и горит непрерывно. Может точнее гореть непрерывно. То же самое и у человека. Если его сактивизировать так, чтобы у него зажегся, это внутренний огонь, внутреннее свечение, то он тогда сможет вот эту материю к себе притягивать, и использовать ее как топливо, 24 часа в сутки. Он будет меньше уставать, он будет менее уязвимым со стороны других людей. Это не только клиенты, это все наше окружение. А то получается вот такая вещь, с которой мне приходится сталкиваться. Многие врачи, массажисты, парикмахеры, визажисты, остеопаты в том числе, целители, которые ко мне начинают обращаться, они говорят, что в какой-то момент мы, там, то же самое психологи, психотерапевты, что в какой-то момент мы начинаем оказываться обесточенными. И после каких-то клиентов у нас пробои, у нас нет сил, мы совсем не знаем, что с нами, что, как это, ну, как восстанавливать свои силы. Работа уже становится не в радость, и непонятно, что с этим делать. Повторяю, что я достаточно давно знаком уже с остеопатами, специалистами по биодинамике. Мы с Константином Шараповым знакомы уже больше 15 лет. И он мне показывал, там, корректировали моих состояния чисто по остеопатии. И проходил у меня ягодичные курсы по дыхательным практикам. И так мы с ним достаточно давно знакомы, и сотрудничество друг друга поддерживаем. И после этого тоже из других школ они приходили, остеопаты, для того, чтобы обучиться вот этим таким состоянием, когда у них работа совершенно по-другому начинает происходить, по их отзывам, они меньше устают. И после того, как приняли, там, иногда, 15-20 клиентов в день, у них состояние достаточно энергетичное, и усталость может быть только физическая, а энергии достаточно много. Были случаи, когда просто приползали, мне или мне даже приходилось выезжать к ним на дом, не было сил, отменяли своих клиентов, не было сил даже для того, чтобы поехать на работу. И все это вещи, связанные вот как раз с потерей вот этой тонкой энергии, тонкой материи, которая окутывает, как бы, физическое тело, дает ему силы для жизнедеятельности, для работы в социальной среде. Но у меня был интерес несколько другой. Мне интерес был, был интерес изначально к возможностям и к сверхвозможностям человеку. А профессиональная деятельность и применение этой повышенной энергетичности, это скорее такой, ну, прикладной аспект, да? Есть как теории, есть как теории, есть аспекты применения той или иной теории. И есть, скажем, теория вообще развития человека, куда он должен идти. Есть прикладные аспекты, которые мы можем использовать в той или иной нашей деятельности, в той или иной специализации, в той или иной профессии. Будем так говорить. Итак, давайте сразу что-нибудь попробуем. что-нибудь попробуем. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы мне сразу пишите в чат. Нас немного, поэтому лучше, если мы начнем какой-нибудь сразу диалог с вами. Ну, сейчас пока. Так, и, в общем, есть достаточно такой простой тест на уровень энергии. Я хочу, чтобы мы с вами его сейчас быстренько прошли. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать вдох-выдох. Сейчас послушайте пока, потом я... И задержать дыхание. Дыхание вы задерживаете только на фоне расслабленного состояния. Если у вас состояние нерасслабленное, вы выходите из задержки дыхания. Если вам приходится терпеть, то вы выходите из этого состояния. А вот, а я засекаю время и буду давать вам отсчет, начиная там с 20 секунд. Итак, вместе делаем вдох-выдох. Глубокий. Выдох. Задерживаем дыхание на выдохе. И расслабляемся. И на фоне расслабления попробуйте найти ту зону, откуда пойдет у вас сигнал на вдох. 20 секунд. 25. 30. После выхода из задержки спокойно восстанавливайте свое дыхание. 35. 40. 45. 50. 55. Минута. Минута 5. Если кто-то еще остался, плюсик мне дайте. Минута 10. Я долго не держал. Ну все, тогда я заканчиваю. Значит, теперь в чат мне скиньте, пожалуйста, примерно, сколько у вас была задержка дыхания. по секунду. Вот кто-то тут давал. так, ну давайте сразу я определюсь. Смотрите, у кого меньше 30 секунд, значит, на данный момент, вот, на сегодняшний момент, ваше состояние либо очень усталое, либо у вас какая-то серьезная проблема психологическая либо энергетическая. Послушайте, да? И необходимо заниматься и дыхательными практиками, необходимо заниматься энергетикой, энергетическими практиками. теперь вот Вадим здесь сейчас по поводу времени. Если у вас от 30 секунд до минуты, все равно это тема, которой необходимо заниматься. Потому что ваше состояние нестабильное, организм может крутануться в какую-то тоже потерю энергии, в упадок сил, потерю настроения и так далее. У кого там ближе к минуте, ваше состояние в целом более-менее нормальное, более-менее нормальное и уровень здоровья у вас ну как бы так сказать средний, что я могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней вы не умрете. Вот, потому что есть запас энергии и запас возможности регуляции организма. Теперь значит ну высокий уровень здоровья это примерно к двум минутам, очень высокий это к трогам минутам. Высокий уровень и здоровья и энергетики. Иначе организм не пропустит на большие задержки дыхания, если у него есть какие-то блоки. А блоки определяются как раз вот техникой, о которой я вам говорил, что вы наблюдаете откуда пошел позыв на вдох. То есть позыв на вдох пошел из той проблемы, которая уже на поверхности и ее надо решать. Вот Вадим в частности мне дает в чате информацию, что посыл пошел из центра грудины. Вы мне давайте вот потом мы будем с вами попробуем продиагностировать, что у вас там происходит. Вот Наталья сигнал на вдох из-под диафрагмы. Значит вот там наверняка есть проблема. Она может быть разного уровня. Может быть чисто психологическая. Там какая-то свертка вашей допустим эмоциональной энергии. То есть вы о чем-то переживали, с этой зоны ушла энергия и туда пришла другая энергия. энергия или материя может быть ваша собственная светящаяся. Вы ее потеряли. Святое место пустыни бывает. Идет заполнение идет заполнение совершенно другого рода. То есть потери разного степени возбуждения бывает. Она бывает светящаяся, а бывает плотной как бы застывшей. Вот сигнал на вдох идет как раз из зоны, которая больше всего застыла. Наталья Томск сигнал из горла. Да, вот тут две Натальи вы там пишите. На самом деле, если вам не трудно, вы напишите с какого вы города. Я так тоже ориентировался. Потому что как только вы написали свою проблему, у меня есть возможность ее скажем толкнуть на расстоянии и на этом курсе мы одновременно с получением знаний будем корректировать ваше состояние. Но так сложилось, что возможность трансформации и корректировки энергетических, психических и процессов, которые происходят в клетках, у меня появилась в результате тренировок и на расстоянии. У меня есть клиенты, которых я корректирую и в России там начинают с Владивостока до Калининграда и за рубежом. Включая Америку. Вадим Масло хорошо. И получаете какая вещь? Как устроен мир? Я вернусь немножко, потом продолжим нашу практику. Мир устроен так. 95% материи это другая материя, которая нас окружает. И когда мне клиентка с Америки говорит, почему я когда к тебе приезжаю на семинары порой в Россию, у меня процессы могут идти чуть менее энергетично. Ну как бы с меньшей интенсивностью. На что я говорю? Нужно знать теорию биополя. Есть теория поля, есть теория биополя. Если активизировать среду, среду если активизировать, то можно использовать, идет волна. Если человек достаточно энергетичен, из него идет свечение, то волна, которая идет из него, она может к себе присоединить энергию пространства. Ну так, если на пальцах, энергию пространства. Как только энергия подсоединена, то на том конце может идти большее воздействие, чем на это. Но это требует тренировки, перестройки всей структуры, скажем, психики, перестройки органов, формирования в них, ну как бы не перестройки, более энергетической перестройки, скажем так, мощности и свечения в тканях и органах тела. Вот этим мы тоже будем заниматься на этом базовом курсе по расширению сознания, постановке ментальных процессов и наверняка у вас появятся дополнительные возможности и способности для регуляции как самого себя, так и тех клиентов, которые к вам подходят. Так, теперь давайте сейчас потренируем свою одну из систем ясновидения. Представьте цветок и попробуйте понять, на каком расстоянии от тела вы его видите. Можете мне в чат написать примерно на каком расстоянии вы видите на каком расстоянии по расстоянии по так у вас тут расстояние от трех четырех метров до трех километров значит вот смотрите это тоже одна из систем такой диагностики вашего состояния сейчас попробую прокомментировать если у вас цветок далеко допустим на расстоянии там даже 3 4 метров они говорят же на расстоянии нескольких километров то-то это самое то у вас психика перегружена у вас идут очень интенсивные какие-то ментальные или подсознательные процессы и вы это самое ну как бы вытесняете вот этот внутренний экран куда-то далеко наружу попробуйте притянуть а у кого в голове вот алекс то же самое это идет тоже перегрузка мозга потому что образная сфера крутится постоянно внутри и мозг перегружается лучше чтобы вот эта образная сфера была наружу вот как у наталья из томска метр-полтора вот вы попробуйте передвинуть вот это изображение расстояние вот метр-полтора от своего тела так и вот наталья с москвы получается ли вас передвинуть вот с такого далекого расстояния предвиду к себе если но я попробую сейчас найти вас пространство я сейчас тоже из москвы это виду не удалось отлично помочь предвиду теперь обведите вот этот изображение там цветок начале по часовой стрелке вокруг тела а потом против часовой стрелке и в какую сторону вам легче тоже дайте мне информацию сейчас так одинаково и кое-против хорошо но на самом деле теперь вы послушайте это с одной стороны важно для каких-то более глубоких процентов процессов с другой стороны неважно у человека часть его собственных полей часть должно крутится после по часовой стрелке а часть против часового теперь попробуйте прочувствовать что я сейчас вас найду в пространстве и буду стирать этот цветок вот я внимательно наслаждать цветок появился в каком-то пространстве будем считать что вот это пространство как многомерный экран и через него мы можем видеть все что мы захотим цветок он нужен только для того чтобы вы нашли этот экран и предвинули предвинули его к себе вот он снаружи был на расстоянии допустим руки там метр-полтора вот я сейчас этот цветок сотру и вот внутри этого пространства я буду менять структуру пространства вот если вам не понятно то о чем я сейчас сказал задайте мне вопрос итак сейчас будет меняться структура пространства ваша задача попробуйте увидеть как она будет меняться можете глаза закрыть итак с с и и и и и и и Спасибо. Теперь давайте потренируемся. Вот у кого был сигнал на вдох, попросите свое подсознание, чтобы оно спроецировало на этот экран ваше тело и кто давал этот сигнал, какая структура давала этот сигнал из той области, в которой это все происходило. Продолжение следует. Продолжение следует. Позвоночник, грудной отдел, хорошо. это область а какой образ вы видите еще один такой момент если есть сигнал значит его кто-то подает есть какой-то будем говорить радиопередатчик генератор этого сигнала идет ответы кто дает ответ ладно я так того чтобы подумали что ничего просто так не бывает есть объемные структуры которые внедряются в человек и которые дают разные сигналы и по чужеродных сознаний многомерных информационных генераторов так наталья толстка от вспышки черные золото хорошо теперь попросите свое подсознание чтобы она спроецировала на этот экран состояние ваших легких при этом значит вы смотрите как дышите на вдохе вы пробуете притянуть вначале вот это состояние дайте запрос подсознание чтобы она на этот экран выдала состояние ваших легких теперь дышим таким образом на вдохе вы притягиваете закружающего пространства создаем повышенный энергетический потенциал вот эту тонкую материю притягиваете ее легкие каждую клеточку легкие вдох делаете носом выдох ртом так чтобы из клеток легких пошло свечение во все стороны так вдох вытягиваете материю на выдохе расширяете как алекс много энергии очень хорошо так надборки притягиваете на выдохе активизируется раздуваете как искорки как уголечки у костра так становится много света по субъективным ощущениям вы должны почувствовать что ваше тело растворяется и грудная клетка растворяется тот у кого был и какие-то темные места которые продиагностировали когда пошел сигнал на вдох вы пытаетесь на выдохе из зоны легких направить туда свечение ваше тело ваше тело ваше тело и на экране пожалуйста определите где у вас были может быть какие-то энергетически темные участки в легких и когда вы начали дышать это это состояние в легких изменилось и ваше тело 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 так вот мотались москвы вибрации в теле темные участки растворились светом вот это в целом основной принцип один из основных принципов целительства самоцелительство точнее вы начинаете притягивать эту тонкую материю направлять ее в зону дискомфорта либо в зону болезни и вот этим свечением выжигать но для того чтобы иметь эту энергию в очень большом количестве тут необходимо еще какие-то дополнительные тренировки мы их будем тоже на базовом онлайн курсе осваивать и что немаловажно что все будет ускоряться во много раз когда будет идти активизация от меня сколько мне некоторые состояли активизации приходилось нарабатывать годами но они уже со мной не проще на вас как бы перезаписать вот сейчас например вместо состоянии легких попробуйте попросить своего подсознание чтобы она спроекцировала в ваш внутренний экран состояние вашей костной системы то же самое посмотрите где у вас более светлые участки где более темные особенно посмотрите на пространство между костями границ суставов или там между тазовыми костями между костями черепа и то же самое попробуйте отметить где участки более светлые где более темные и вот сейчас наблюдайте вы просто на экране наблюдайте и попробуйте прочувствовать эти участки сейчас я включу процесс вам на трансформацию костной системы как и многомерно вы прочувствовали и попробовали бы увидеть изнутри что у вас будет происходить космосистемы и вы 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 в вы и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, что у вас все-таки достаточно уже такой-то чувствительности, чтобы прочувствовать, что у вас с телом происходит. Продолжение следует... Я прокомментирую, потом многие вещи будут становиться более понятными. Так, Наталья. Потом космосистема изменяет лучи, вытягивает и меняет форму. Отлично. Значит, Наталья. Пятна в позвоночнике, это Наталья из Томста, Наталья из Москвы и меняет форму. Так вот, здесь я вам так скажу, одно из основных таких законов, это накопление энергии, это необходимость растворения фантома или на тонком уровне космосистемы. Там тогда будут открываться источники неограниченной мощности, зоны аккумуляции энергии. Когда человек начинает быть более работоспособным, меньше уставать, меньше спать, лучше работать с клиентами лучше. И тогда из зоны, из-под костей будут входить постоянные такие, постоянная энергия. Вот, но на это нужно время так, чтобы это все было устойчиво. Чтобы понять, как это все приходит. Так, Алекс, тепло, отлично. Так и должно быть тепло, потому что... Потому что вот это растворение внутренней среды физического тела происходит за счет очень плотных плазменных энергий, которые вот сейчас я немножко толкну у вас. Вот, и тогда, да, появляется вот Наталья в теле жар. Наталья, тост и боль теперь в спине. Значит, что делать с болью? И с тяжестью. Значит, мысленно ее усиливаете. Ну, как бы, внимание туда обращаете. И можете посмотреть на экране, что вызывает боль. Что там такое. Вот, а я продолжаю процесс. Теперь наблюдайте, что у вас будет происходить Наталья с этой болью. Потому что, как только вы мне даете какой-то сигнал, у меня есть возможность его, это состояние, толкнуть даже на расстояние и изменить ваше состояние. Так, Владим, покалывание чуть выше коленей, чашечки на левой ноге. И в ощущениях по правому колену появился образ некалючего ежика. Ну, хорошо. С образами, наверное, вы там тоже как-то были знакомы, что с ними делать. Значит, принцип такой. Туда, пока ждете, наблюдаете вот за этой болью. Возможно, у вас были просто колени где-то перегружены. В свое время, может быть, были какие-то травмы. Как правило, это следствие каких-то перегрузов, травм. Или если суставы болят, то это следствие потери энергии. Прежде всего, если в костной системе проблемы, то какие-то проблемы есть в суставах. Значит, как правило, идет мощный отток энергии из зоны крестца и копчика. Такой своеобразный энергетический хвост. Убирается он достаточно сложно. Прямо могу сказать, что он очень сложно убирается. Это требуется время. Так. Алик, спокойствие. Ну, так и должно быть спокойствие. Потому что, когда этой энергии много, она заполняет и физическое тело, и костную систему, то человек очень сбалансирован, уравновешен. И, в целом, это такое необходимое условие, чтобы он нормально работал. Это еще не значит, что это условие достаточное, чтобы много чего было достаточно в его работе. Там много очень нюансов. Я надеюсь, за эти 10 дней, которые, за 7 занятий будут в течение 10 дней, мы это все будем разбирать. Теперь немножко хочу рассказать вам о курсе, который будет, повторяю, 7 занятий, начиная с понедельника. Вот. Первую неделю 4 занятия. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Во вторую неделю 3 занятия. Понедельник, вторник, четверг. Вот. Занятия в это же самое время. С 21 до 21 до 22-30 Москвы. Вот. Надеюсь, всем достаточно удобно. Даже тот, кто в Томске. В Томске у нас сколько? Три часа разницы, да? В Томске не работал, а в Омске работал. Или 4 уже. Ну, ночью процесс еще лучше. На самом деле, внешняя среда, так сказать, более спокойная. Три. Ну, еще. Тогда 12, там, по полвторому еще нормального времени. Если захотите, конечно. Спрашивают. На каждом занятии будет достаточно много теории. Это здесь я так в практику. Теоретические аспекты я вам не говорю. А теория у меня своя. На основе практического опыта. Ну, так вот сложилось уже, что я, в общем-то, с науки занимался и теорией поля, и системным подходом. Систематизация многих явлений. И поэтому, несмотря на то, что вот эта тонкая материя, строение тонкой материи, которая нас окружает, очень сложная. Ну, представьте, что физический мир, вот это 5% только материи, его изучают уже много веков. В том числе физическое тело человека. И медицина там, чем дальше, тем больше, тем больше, меньше понимает. То есть не так говорить. Она никогда не поймет, как устроен человек, потому что вот это физическое тело, это не человек. Это болванку, в которой помещено 5% человека. И одна из задач, вот то, что мы делали, то, что мы делали с вами сегодня, это вытащить человека из физического тела. В частности, то, что мы делали, это вытаскивали человека из постной системы. То есть мы вытаскиваем человека из постной системы. Когда она растворяется, можно отчет оттуда вытащить, и к нему потом подвести из другого мира эту материю, так, чтобы у него было ее много. А где он еще будет использовать, это уже его личное дело. В такой профессии, в такой жизни, и развитие своих дополнительных возможностей и способностей. Вот. Будет много теорий, допустим, там некоторые аспекты, которые я в книге своих описываю. В крайнем случае, книги можете приобрести через мой сайт, у кого будет желание и возможность. Сайт мой простой. Homounicum.ru Там есть книги электронные на Google Маркете. Если электронные вам как-то там не удастся заказать, то можно будет написать мне письмо, тогда вышли по почте. Вот. Много будет теории. Потому что теория будет, знаете, я надеюсь вам, она не совсем может быть обычная, но она даст вам, по крайней мере, возможность, что-то использовать для себя, потому что много будет практик. А в конце, сейчас вот, в сегодняшнем занятии, я вам еще какую-то практику покажу. Вот. Пока расскажу. Мы будем изучать строение мира и строение человека с точки зрения энергетики. его, и будут показаны определенные, рассказывают, как устроены энергетические структуры человека, что с ними делать, как их активизировать, потому что многие структуры разрушены. Я еще не видел ни одного человека, который ко мне приходил бы на семинар, что у него, допустим, там осевая структура стояла. Это немножко схоже в том... По оплате чего? Книги? По оплате книги... Наталья Томст. По оплате курса это вам Дмитрий. Вот он вам выставит, как бы, счет. Куда платить? Дмитрий, правильно я говорю? Мобератор, он как раз... Да, Дмитрий. Он руководитель вот этого направления. Ну, книги есть, хорошо. Вот курс, значит, это Дмитриев. Вот. А что касается книг, если вот вам нужно выставить, тогда на адрес, который, моего центра, который указан на сайте. Homounicum.ru Вот. То есть, Homounicum, человек уникальный, точка ру. Теперь дальше пошли. Так вот, осевое строение, нечто подобное есть у Appledger. Но мои исследования показали, что оси немножко по-другому расположены. Более, ну, больше этих осей. И осевой каркас, как правило, у всех разрушен. И поэтому есть недостаток, как бы, энергии. Вот. Его надо делать, его надо ставить. Так, значит, это надо ставить. Потом будут принципы саморегулирования. Там у человека много различного рода энергетических центров. Мы будем совершенствовать вот видение и сновидение, которое у человека будет. Практики остановки ментальных процессов, которые необходимы для вот такой работы, для того, чтобы лучше чувствовать других людей. Дальше. Стрессоустойчивость мы отдельно рассмотрим. Так, быть стрессоустойчивым к различного рода стрессам и взаимоотношениям с другими людьми. Вот. И везде будет у нас там и дыхательные будут практики, и практики другие по набору энергии непосредственно из окружающего пространства. В принципе, там самоцелительство. У нас есть достаточно много энергетических каналов. В частности, познакомлю вас с каналами энергии высокой интенсивности, когда можно достаточно резко увеличивать свою мощность и интенсивность своих энергетических процессов. Отдельно мы рассмотрим вот этот вопрос, который мало вообще где описывали, практически нигде не встречал. Это двойственность физического, как вытаскивать себя с физического тела и как наращивать свой уровень энергии. Ну и подведем мы законченный семинар к освоению таких многомерных трансформационных процессов, когда что-то будет меняться ваша структура. Я не гарантирую, что вы сможете сразу после курса корректировать кого-то далеко на расстоянии, но по крайней мере, кого-то корректировать в своей семье, с близкими, вам уже будет удаваться. Ну и частично это будет все как-то переходить на активизацию и трансформацию ваших клиентов. Теперь давайте вот, как обычно я устраиваю презентацию. Вот я вот сейчас что-то вам рассказываю. Просто у меня тема курса, тут рядом на другом компьютере, туда нужно обращать. Вот теперь полчаса я оставляю на то, чтобы ответить на ваши вопросы, на какие-то ваши запросы, которые у вас возможно накопилось в результате работы с другими людьми. Ну и когда вопросов уже не будет, Дмитрий, с того и с курса обозначено 7 тысяч, 7 занятий, 7 тысяч. Вот. Вопросов не будет, тогда я даю вам какую-нибудь еще, показываю практику и дальше вы решаете. Приходите или не приходите уже в понедельник. Там будут еще, кроме специалистов, скажем, вашего профиля, еще несколько человек, которые тоже работают с людьми или которые интересуются там профессионалы своей области. Это возможно кто-то из психологии, там как правило, психотерапия. Можете тоже привлечь тех, кто хочет поправить свое здоровье, там, своих родственников. Потому что в любом случае будут достаточно интенсивные энергетические процессы и процесс трансформации. Так, пожалуйста, какие вопросы, может заявки какие-то. Вот у нас есть порядка там 25 минут на заявке. Не вопросы. Могу что-нибудь еще рассказать. От чего зависит устойчивость, настройки и продолжительность. Вы имеете... Давайте уточним на так. Значит, настройки на что? Вот на этот внутренний экран и продолжительность. Ну, в любом случае устойчивость настройки зависит от сбалансированности ваших психических структур, большой энергетической мощности и здоровья в физическом теле. Если чего-нибудь из этого не хватает, то вас будет выкидывать из... Дистанционная работа с людьми. Понимаете, это зависит от переструктурирования вас. То есть психика в процессе тренировок может становиться более многомерной. Вот представьте, что физическое тело у нас трехмерное. И мы можем достать только то, куда мы пришли. Как мы переместились в пространстве. Физическим телом мы не достанем там... Ну, не достанем другой дом, допустим. Да, и другую квартиру. Вот. А тонкие тела у нас тоже могут быть разные мерности. Есть тонкие тела, которые мы носим только с собой. Да, какие-то. И что бы мы ни делали, мы их не сможем куда-то переместить на расстоянии. Сейчас. На остановку внутреннего диалога это отдельный вопрос. Я примерно расскажу, как в перспективе этого добиться. А если мы переструктурируем себя как бы многомерно, у нас будет достаточно мощности, то мы перемещаем себя не через физическое пространство, в другой город, допустим, а как бы выворачиваем себя вот в другое измерение и из другого измерения достаем другое пространство. Понятно. То есть мы выворачиваемся и выходим уже в другое измерение. Но для этого требуется определенное переструктурирование и определенная мощность. Вот. И в процессе тренировки, в процессе занятий люди становятся уже целителями, которые могут корректировать людей и просматривать, корректировать на расстоянии. Вот. Вадим, покажите какое-нибудь упражнение на остановку внутреннего диалога. Ну вот, в целом, вот, по своему опыту, вот те упражнения, которые даются в некоторых там книгах по саморегулированию, по целительству, что вот надо наблюдать свои мысли, в какой-то момент они остановятся, но они тоже запустятся. вот, я считаю, что многомерная остановка ментальных процессов происходит тогда, когда через мозг начинают идти энергии достаточно высокой интенсивности. И они вымывают мысли. Вот. Одно из этих вот, один из этих процессов я вам уже показывал на растворение костной системы. Вот. Он продолжает идти. Вот то, что я толкнул, он продолжает идти. Если вот в нем находиться, то в какой-то момент можно поймать, когда вот у нас кости черепа растворятся, туда пойдет энергия внутрь, в кору головного мозга, допустим. И там остановится ментальный процесс. Еще одно, одно упражнение я покажу, расскажу его делать вот на этом, в самом конце уже нашего занятия. Когда мы уже будем заканчивать, мы несколько минут уделим этому процессу, на этом завершим до вот этого базового курса. Может еще какие-то вопросы есть? А пока слушаем. Вот, Вадим, пока вот идет тот процесс постановка внутреннего диалога. В какой-то момент вы можете почувствовать, что вот у вас что-то там начинает происходить. Так, Вадим, вы из какого города? Еще так, что-то я. Так, Наталья, Москва. Вижу искажение и проблему человека в пространстве. Местоположение географически не имеет значения. есть опыт коррекции. Интересовало как раз насколько устойчива коррекция для другого человека. Вадим, в Москве хорошо. Значит, смотрите. Значит, коррекция, вы поймите такую вещь, что на человека поддерживает его ну, как бы болезнь там или его какой-то эмоциональный дискомфорт в пространстве могут вот этот могут поддерживать некоторые силы 24 часа в сутки извне. чтобы устойчиво у человека было состояние его уровень энергии и его уровень мощности должен достигнуть уровня выше, чем уровень воздействия. То надо понимать, что как только вы тронули какое-нибудь воздействие энергетически это к тому, чтобы тут коррекция других людей на уровне энергетики требует специальной подготовки. Поймите, одно дело вы физически что-то корректируете, другое дело энергетически. Объясняю почему. Потому что ко мне приползали в том числе некоторые остеопаты, когда я их обучал энергетике и говорил энергетикой занимайтесь только с собой. Потому что как только вы клиента посмотрели на его проблему со стороны энергетической энергетической, допустим, какие силы поддерживают проблему или заболевания. Эти силы начинают кидаться на вас. Но не секретно одеться, что некоторые проблемы вызваны вселением различных сущностей другого человека. Как только вы увидели эту сущность, они свистят, наших бьют и вместо одной еще десяток вкатывают ваше пространство и поле. Если у вас нет необходимой защиты высокого уровня вашей собственной, я вам не советую ничего просматривать другого человека энергетически. Да, вот обучают, я знаю, вас там чувствовать вот эти ритмы и многие процессы, которые в физическом теле. Это один уровень. И то будет идти воздействие на вас. Во-первых, необходимо защищаться. А если вы еще что-то тронули, то более сущностное воздействие немножко усиливается. когда я допустим занимаюсь, я стараюсь, чтобы у человека появилась достаточно высокая мощность и одновременно его обучить как ему самому поддерживать эту мощность. Но это тоже требует какого-то понимания другого человека. Если он не понимает, тогда приходится его дольше доводить до такого устойчивого состояния. Наталья немного понятно объяснила. Я почему так говорю? что я даже в каком плане уровня находится так называемая дистанция. В каком в том же самом 95% маркерии. Мне приходилось самому терять, несмотря на то, что я пришел в эту область не лечиться. Я пришел узнавать и пришел очень здоровым человеком. Но в течение воздействия, которые на меня шли, я несколько раз терял очень мощную энергию. Мне приходилось долго восстанавливаться. Месяцами один раз три с половиной года восстановиться в энергетику. Но это был как пока я еще не работал с людьми. У меня ушел как раз 6 лет с момента начала занятия до того, как я начал работать с людьми. В том числе пройдя достаточно мощной потери энергии. И когда я ее восстановил, в общем-то тогда я стал более неуязвимым. То, что нас не убивает, сами знаете, делать нас сильнее. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Если вопросов нет, энергию теряла было. Хорошо, просил коллег. Хорошо, что нашли кого-то может помочь. так. Хорошо. Значит, давайте вот практику, которая тоже будет приводить к остановке внутреннего диалога. Значит, внутренняя материя человека, когда он постепенно начинает распаковываться, должна постоянно у человека перемещаться, как бы удерживая его материя за счет перемещения удерживается в стабильном состоянии, создает собственное внутреннее поле человека. Так вот, основная часть материи тонкой, желательно, чтобы она была светящаяся, должна перемещаться фонтаном, входя в ноги, попробуйте свои ступни мысленно раскрыть, прочувствовать, как туда начинает входить поток света. И вот он, попробуйте прочувствовать и посмотреть на экране, как он начинает проходить сквозь ноги в туловище, и потом шею в голову, и фонтаном во все стороны разливаться и снова замыкаться под ногами. Вот. И такой поток он должен идти постоянно, и в нем вы должны научиться жить. И в какой-то момент этот поток, проходя через голову, будет останавливать и вымывать мысли. Вы будете оставаться и будет останавливаться внутри дела. И будет в минуту. И в минуту. Продолжение следует... Вадим, тогда ориентируйтесь на ощущения. Экрана может у человека не быть. И это не значит, что он не должен заниматься энергетикой. Тогда ориентируемся на ощущения. Экран может и появиться через какое-то время тренировки. Наталья, Москва. Красный кокон с пульсирующим центром. Красный кокон... Значит, зона напряженности есть. Возможность этого с пульсирующего... Пульсирующего центра идет напряженность. Так, Наталья, красный. Красивый, хорошо. Нет ли желтый? Летовой желтый. Это нормально. Должны быть бело-желтые тона. Голотистые. Значит, уже есть какой-то уровень таких плазменных материй. Так, вот, наблюдаем. Я сейчас усиливаю эти процессы. Ну, как бы... Вот, чем плотнее по плотности, как вот лава, да, допустим, этот поток, лава, вытекающая из вулкана, он может быть медленно перемещаться, но он больше мощности. А может... Ну, там он должен быть и большей мощности, и на других слоях он может быть очень быстро течь, как солнечный свет. Принцип солнца. Ядро очень плотное, а излучение светлое может быть очень тонким, как солнечный свет. Руки-ноги как иголками пробегают. Да, значит, это о том, что пошла мягень. Вы пока просто наблюдаете. Потому что я смогу ну, быстрее уплотнить ваши потоки и создать более более качественный проток этих материй. Вот. И критерий того, что все нормально работает, это растворение тела. Ощущение растворения тела. Там, где не растворяется, значит, пока еще есть проблемы. Так, Вадим, приятный холодок и мелкая вибрация тела. Да. Значит, вот холодок, он как возникает. Это принцип перчатки в жаркий день. Какой-то блок уходит, допустим, перчатка снимается, первое ощущение будет прохлада. Значит, то же самое. От чего-то мы отсоединились, от какого-то блока, блока и пошел холодок. И вибрация тела. Ега, естественно, прохождение потока сопровождается вибрацией. В зависимости от плотности и качества потока, она тоже имеет свои оттенки. Хорошо, давайте мне еще свои ощущения. Еще несколько минут у нас есть. Значит, вот в этом фонтане ваша задача научиться жить и работать. Так. Наталья, Москва. Невесомость тела, фантом растворяется, светлое, единое пространство. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, вот. Я, видите, особо не люблю, как бы, зазывать к себе на курс. Ну, я гарантирую, что вы приобретете новое качество. Новое качество своей жизни и жизнедеятельности. Владим, как удержать это состояние? Это только вопрос тренировки. Вы можете пробовать это, но пока вы можете его не удержать. Требуется, как бы, тренировка. И, знаете, кроме этого потока, нужно активизировать еще другие структуры, сделать магнит, который бы все удерживал, энергетические структуры в активном состоянии. Эти вещи непростые. то же самое, поймите, принцип спорта. Допустим, изначально все могут ходить. Но с тренировкой специалист по спортивной ходьбе он все равно будет формироваться не быстро. Точно так же все могут хоть как-то пробежать, хотя бы два-три шага. Но для того, чтобы стать профессиональным, скажем, бегуном, то требуется время. Точно так же и здесь. Вот что-то воткнули, если воткнули, ощущение того, что плотное воткнули, то на фоне потока, то это было, это воткнули уже давно. Поверьте. Все самое плохое уже давно случилось. Тот, кто не нужен, уже внутри. Давно. Там вот этих вот предметов, штырей, сущностей, каналов, которые дехотокомерные, сотни тысячи. Вот. И в этом случае тот процесс, который проявил вот эти несовершенства, он способен их и вывести из организма и стел. хорошо. Какие еще есть вопросы? Вот. Если вопросов нет, тогда с одной стороны счастливо позаниматься, кто соберется в понедельник на курс, приглашаю. Кто вживую, особенно в Москве, я тоже провожу в Москве. Завтра у меня начало сегодня, выроскакиваете. Вся информация на сайте. Потому что онлайн понятно, что все могут прийти, если есть время. А оффлайн тут уже надо выбирать, кто где, когда может походиться. Счастливо позаниматься. Всего вам доброго. До свидания. Счастливо.